Так, девочки, продолжение, продолжение. Учусь готовить чебуреки. Никогда в жизни не делала. Вот нашла видео урок от Сталика Хантишева. Не очень хорошие рецепты, качественные. Я уже просмотрела много роликов. В общем, все сравнила и остановилась вот на этом человеке. Итак, я уже сделала фарш. Сделала тесточка. Он делает на килограмм муки. Я сделала, буду делать наполовину. То есть на 500 грамм. Добавила в тесто, правда, немножко водки. В Финляндию он без водки готовит. Я немножечко добавила. И он готовит на оливковом масле. Я взяла, купила такое масло. Греческое, девочки, раскрыла. Но мне очень это, оно мне понравилось. Какая-то горькость идет. Такая напящевая. Не знаю. Скорее всего, я его верну. Не нравится мне даже добавление в салаты. То, что я и хотела. В общем, не знаю, примут, не примут. Но масло, не знаю, нехорошее. Не понравилось мне. Вот добавила фаршик в смесь таких перцев. Ну, соль, естественно. В общем, сейчас буду работать с тестом, подготавливать. Подготавливать, ребятки. Здесь вот этот изъян. Чуть-чуть подсыпать муки. Разминаем еще раз пальцами. Еще раз подсыпаем муку. Изрядное количество муки вовнутрь. И еще раз подгибаем. Так повторяем 2-3 раза. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас образуем внутри теста как бы полости, заполненные мукой. Видите, как он делает? Никто так не делает. Никто так не показывал. Вот эту пузырчатость. Как он готовит, да, эти сочники? Вот и я готовлю. Продолжаем. Так, ребятки, начало раскатывать. Вот первый мой чебуречек. Одна столовая ложечка мяса. Вот на такую окружность. Сейчас буду закрывать и прищипывать. Так, интересно, что у меня получится. Первый раз готовлю. Так, соединила. Теперь я должна прищипнула вилочка. Теперь я должна вот так вот пройти с ладоней, чтобы все соприкоснулось друг с дружкой. Чуть-чуть придавить. И прокатим еще разок. Вот. Вот так чебуречек. Вот и вышел чебуречек. Так, ребятки, ответственный момент, чтобы они не разошлись. Так, жарим. Одна минутка. С одной стороны. Так, все, надо переворачивать. Так, ребятки, ну что, смотрите. По-моему, зачет. Зачет я получу. Класс. Вот два пожарила. Сейчас будем есть. Очень ответственный момент. Телу понравится или нет? Мне так точно понравится. Выглядит отлично, девочки. Смотрите, пузырчиков много. Класс. Но переворачивать тяжело. Очень большой размерчик. И так приятного аппетита мне. Ребята, ест чебурек. Смотрите, ест и вздыхает. Я ему половиночку дам. Я вижу по выражению лица, что не с удовольствием. К сожалению. Не их еда. А жаль. Как будто есть одно. Мне больше будет. Так, ребятки, вот я разрезала, чтобы показать вам, как внутри. И считаю, что нормально. Не слишком много сока. Но вытекает. Но вытекает. Когда ешь. Вот, видите. Видно, что juicy. Juicy. Видите? Все. Все отлично получилось. Ура, девочки. Ем вторую половинку. А остальные я, наверное, сегодня готовить не буду. Я сделаю заготовочки. И в морозилку поставлю. Говорят, что так тоже можно. В общем, вот так, ребятки. Пишите комментарии, кто готовит, кто любит чебуреки. Получилось ли у вас с первого раза. Вот. Оставляйте комментарии. Будет тоже интересно. Когда вы делитесь своим опытом. Мой опыт вот. Показала. Вот, ребят, разложила таблетки снова на неделю. Ну, посмотрите. Какая куча. Куча таблеток. Ужас. Может, скоро поменяют арсенал. Вот так. Вот каждую неделю нужно садиться. Все это распределять. Но я уже наловчилась. Я уже так. С закрытыми глазами поговорить. Все это делаю. Вот. Еще, наверное, на месяца два здесь хватит. И затем снова я должна звонить и делать заказ. То есть, где-то за месяц я должна сделать заказ. Так как был небольшой перерыв. Таблетки никак не шли, не шли, не шли. И Дейла самочувствие ухудшилось, девочки. Но это было давно. Я просто не говорила об этом. Это было, по-моему, в августе месяце. Вот. Кто виновен? Виновный доктора, ребята. Потому что доктор, его доктор, который его ведет, сделал заказ. Я вам об этом говорила. Что они утеряли заказ. Представляете? Не активировали заказ. Вот так. Теперь я этим занимаюсь сама. Вот так. Смотрите. Какое количество. Все распределила. Ну, так же мы пьем этот, витамин С. Витамин С и витамин Д. И цинк. Вот. Мы вдвоем употребляем. Вот. Я пью и Делту. Так. Ну, и пришли, считал. Идет оплата на следующий месяц. Значит, по моему бизнесу пришел счет на воду, ребята. Вот, ребяточки, вода. 43,70. Видите, за февраль уже. И за свет. За свет. Сейчас вам покажу. Закрою адрес. Покажу. Разные люди смотрят. Так. И вот за свет. 53,77. То есть, немного, я так считаю. В этот зимний период я что-то кондиционер даже не пользовалась, ребята. Вот как-то было пару дней так холодно, что прям вообще. Но я все равно не включала кондишн. А в прошлом году включала. Вот такие вот платежки пришли. По-писанию. Итак, я закончила работу. И решила быстренько съездить в Walmart. И мне нужно было кое-что купить. Захотелось мне рукколы. У меня есть копченый лосось. И мне нужна была томат паста. Вот, закончилась. А я-то сварила борщ два дня назад. Паста не оказалась. И я, в общем, применила другое. У меня какой-то микс был. Заправлять мясо и кетчупа добавила. В общем, вышло хорошо, вкусно. Но дело не в этом, девочки. Вот сделала сегодня закупку вот такую. Сейчас вам расскажу. И сумма получилась 52 доллара 44 цента. И, в общем-то, я ужаснулась в лучшую сторону, что что-то такой маленький счет получился. Вот, смотрите, что я приобрела. Взяла Лерою куриные ноги. Ну и нам, может быть, достанется. В общем, это ему на неделю. Здесь 8 штук. Иногда он одну ножку съедает. Но, естественно, я разделываю. Убираю кость. Убираю эту шкуру. Вот, добавляю в рис ему. И, в общем, вот так вот ему готовлю. Вот это ему на неделю. Женщина там тоже немножечко была поражена, что вот почему я закупаю столько продуктов. У вас же двое. Но у нас не двое. У нас собака, которая ест за четверых. Понимаете? Вот у него два основных приема пищи, где я ей даю много. Понимаете? Вот с рисом смешиваю мясо. Вы видели, я готовлю в этой пароварке или в скороварке. Вот, поэтому он ест много. Плюс еще перекусоны в течение дня. Я ухожу на работу и оставляю перекусоны. Потом прихожу. Также вот после основной пищи тоже перекусоны он просит. В общем, ребята, тут нужно закупаться. И не всегда, вот, уже сколько, наверное, полгода, я не всегда, когда прихожу, планирую, не всегда есть вот эти ноги. А не говоря о том, что вот эти сердца и пупочки. Их вообще уже нет, представляете? Все, дефицит. В Walmart нет этого продукта. Итак, по мясу. Куриные ноги для Лероя на неделю. Значит, вот это мясо я взяла биф. Вот тоже, опять же, хочу немножечко сделать акцент, тоже, чтобы не возмущались. Ребята, я стараюсь экономить, рационально все использовать. И если я вижу, что какие-то там сейлы, скидки, я беру. Или сразу прихожу, готовлю, или на следующий день. И все. Поэтому я тоже, вот, пользуюсь этим моментом, когда есть возможность, смотрите, в два раза понижена цена. Значит, я беру, независимо от того, есть в холодильнике, нет. У нас есть где складировать. Поэтому вот так. Бекончик взяла, это для Дейла. Я, в принципе, его не употребляю. Но у них традиция. Смотрите, какой мясной бекон попался. Грех было не взять. Хотя у нас есть еще пару упаковок. Но я взяла, ладно. Так, это Леройчик у Кости. Тоже, может быть, неделю хватит. Значит, томатная паста. Томатный соус, за которым я, в принципе, и ездила. Так, докторская колбаска. Вот на нее повысилась цена на 50 центов. На сметану. Вот, я считаю, самая лучшая от Америки. Вот эта сметана, этот бренд. Вот, где-то на 30 центов повысилась. Брокколи не заметила. Но вот такой пакетик стоит до 3. 2,98. Ну, можем даже посмотреть в чек. Но это недолго, девочки. Так, масло ирландское. Это долго. Масло ирландское наше самое любимое. Без него жить не можем. Не соленое. 3,48. Вот я увидела. 3,48 масло. На масло не было подражания. Руколу я захотела. У меня есть соленый лососик. Захотела руколу. Вот взяла органик. Бэйби. Вот буду заправлять бальзамиком. В общем, что-то захотелось. И шпинат взяла. Шпината взяла только на салат. Но я думаю, что можно сварить слюнный борщик. Вот. Запланировать. Яйца взяла. Потому что некогда ехать в этот оптовый. Еще, ребята. Еще, ребята. Представляете? Ну, забрела снова. Я же не могу не забрестить. Забрела в свои эти ткани. И вот, смотрите, опять нашла. Опять нашла тканюшки. Я считаю, что можно что-то сделать. И вот опять по 2 доллара. Значит, 2 ярда, 2 доллара. Ярде 91, по-моему, сантиметр. Ну, вот, что не взять за 2 доллара, да? 2 метра. И вот такую сеточку взяла. Тоже стрейч. Тоже. Не тоже, а стрейч. И такое приятное переплетение. Можно что-то тоже сделать. Я взяла, потому что редко встречаются сетки. В продаже. Я имею в виду вот в таких отделах, где я покупаю по самым низким ценам, ребята. И вот, смотрите, да? Считайте 50 долларов. 50 долларов. А я закупилась. Можно определить так, что можно этим пользоваться неделю. Этими продуктами. Пожалуйста, с костей, да? Можно сварить супчик, борщик. На завтрак яйца есть, бекон. Масло. Салаты, пожалуйста, можно готовить. Вот. На бутерброде колбаска есть. Масло есть. Сметана есть. Фрукты есть. Вместо этой пасты можно было купить хлеб. Вот. И картошечку, допустим, да? И пару лучков. Все. Вот на неделю, пожалуйста, у вас. 50 долларов на неделю. На месяц 200 долларов. Нужно по минималке на питание. В Америке. То есть вот такой скудный, скудный рацион, девочки. Ну, можно? Можно. Вот так, ребятки. Все. Сейчас будем ужинать. Борщ готов. Сейчас только нужно его разогреть. Посмотрим, как Дэл будет его есть. Думаю, что не будет, но попробую. Сделаю рывок. И сейчас буду готовить крылышки. Chicken wings. Вот так. Вскользь покажу вам. Покажу. Смотрите, мой ужин. Это рукола. Лосось. Малосольный. Пармезан. И по бальзамикам я заправила. Девочки, так захотелось этот салат. Просто убийство какое-то. Вот так. И потом я поем вот стейки. Вот такие вот стейки. Доем. Смотрите, как красота и вкуснятина. Вкуснятина. Дэл ест борщ. А борщ Дэл? Normal? Good or terrible? I don't like it. Девочки, вот варила борщ. Вчера такой вкуснейший борщ. Дэлу вот положила маленькую. Видите? Вообще чуть-чуть. Пять ложек. Смотрите, как он поел. Видите? А до болезни он ел. Прекрасный борщ. В общем, не знаю, что с ним такое. Как поменялись у них. Ой. Вкусовые предпочтения, да, девочки. Я уже не знаю, что готовить ему. В общем, вот так. Сейчас чесночок возьму. Захотелось мне борщика именно с чесноком. Крылышки, ребяточки. Куриные. Половина картофеля запеченного. Половинку Дэлло. Вот один. Картофель на двоих. Ну, мой соус. Или как это сказать, девочки. По-американски, дип. И морковочка. Вот так вот я делаю. Вот так делаю. И ем. Так, девочки. А я в своем собственном спа-салоне. Вот так, видите, я окрашиваю свои волосся. Пришло время смывать, девочки. Сама тоже окрашиваю. Не прибегаю к услугам. Потому что дорогого стоит эта услуга. Думаю, окраска в однотонный цвет. Ну, наверное, будет 120 долларов. Не знаю, девочки. Вот пишите, кто в Америке пользуется услугами парикмахерских. Вот пишите. Сколько окраска в однотонный цвет. Чтоб мы знали.